всем привет две посылки из одного и того же магазина на алиэкспресс от одного и того же продавца ссылки на заказ оставляю в описании к видео сразу вам скажу что продавец общается отвечает на вопросы помогает консультирует что вам непонятно все вам расскажет по одной посылке сегодня будет видео обзор вторая посылка это 16-канальный по я коммутатор очень интересный вариант сделаю я этот это этот обзор на это устройство следующем из своих видео перед просмотром прошу сделать подписку на мой канал также ставьте лайки для продвижения помощи развития каналу также появилась кнопочка спонсировать у кого есть желание перейдите нажмите ознакомитесь с правилами небольшая сумма всего лишь станете спонсором канала от этого напрямую зависят все мои дальнейшие обзоры интересность обзоров и интересность тех товаров которые я буду вам показывать на обзоре по вашим просьбам создал группу чат в телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения переходите присоединяйтесь эти устройства уже я вам в одном из обзоров показывал на пробу я заказал всего пару штук в общем-то использовал уже установленные они стоят и так сказать проверенные временем решил заказать уже большое количество но как большое для кого-то может небольшое будет 10 штук это поле сплиттеры приходят вот именно показываю вам в каком состоянии упаковка в коробке все четко антистатическая упаковка дальше вот пакеты идут такие все ответственно на этот раз заказал 10 штук по и сплиттер дополнение к айпи камере 12 вольтовой дополнительное так сказать устройство которое будет делать айпи камеру 12 вольтовую превращать в поле айпи камеру вот видите 12 вольт 1 и 2 ампера на выходе а на входе 45-55 вольт тот момент когда вы столкнулись с проблемой какая может быть первая проблема когда вам понадобится вот такое вот устройство по и сплиттер это когда ваша 12 вольтовая камера не работает на той длине кабеля которая вам нужна 12 вольт обычная витая пара кабель до 30 метров ну редко когда многое зависит от качества кабеля относите камеру например на 50 метров по кабелю на длину камера не работает по по и 48 вольт при подключении данного устройства камера у нас будет работать на длину кабеля до 100 метров подключаем по и сплиттер обычный способ подключения перепутать здесь ничего невозможно берем наш кабель который до 100 метров уже и подключаем его один конец в пояс плиттер а этот конец у нас в поле блок питания или в поле блок питания или в поле коммутатор это что вы уже уж какое устройство уже у вас будет питать вашу систему если у вас полностью система пони уже вы надумали пони или же было у вас пони к примеру а вам попалась какая-то из камер которая вам нравится но она не пони можно ее сделать с помощью этого сплиттера докупив просто его сделать ее пони и будет она работать у вас в вашей системе домашней пони видеонаблюдения по я видеорегистратор с подключением камеры напрямую в него этот пояс плиттер сделает вашу камеру возможность подключения к по я видеорегистратору напрямую если у вас к примеру одна камера вашей системе домашней но бывает такое вот устройство именно по и блоки питания для работы с одной камерой такой вот образец 48 вольт 0 5 ампера и в таком вот исполнении может быть просто включается в розетку также 48 вольт 0 5 ампера и при этом очень простое подключение кабель на камеру считаем что тут 100 метров за 100 метров камера у нас отнесена установлена по я блок питания возьму этот в разъем по я подключаем кабель камеры в разъем lan подключаем коротенький кабель если у вас рядом будет включен блок питания рядом с роутером в розетку то можно использовать коротенький кабель витую пару свободный разъем роутера или свит что у вас будет это в общем то все подключение при подаче питания камера активируется за 100 метров питающим блоком может быть вот блок питания на одну камеру как я сказал такого образца на одну камеру есть такого образца на две камеры есть поле коммутатор на четыре камеры в общем то схема подключения одинаково просто питающее устройство может питать например несколько камер не одну какие камеры можно подключать да в общем то любую айпи камеру 12 вольтовую можно подключать таким вот способом например если у вас обычная камера цилиндрическая неповоротная но имеет она вай фай и работала у вас она по вай фай и вас все устраивает но опять же здесь уже смотрите какой момент если вы ее хотите подключить по кабелю именно на 48 вольт но опять же за 100 метров вай фай навряд ли будет работать и именно подключение по я говорит о том что это кабельное подключение но хотя смотрите опять же пишите комментарии свои по этому поводу возможность есть подключить по 48 вольтам на большую длину кабеля просто задействовав разъем питания разъем питания задействовали разъем rj45 не задействуем камера работает по вай фай ну если такая схема будет работать но я думаю что нет смысла подключаем rj45 камера у нас работает по кабелю соединение кабельная более стабильная вай фай ну кто пользуется вай фай я думаю на такую длину камеру вам не будет смысла нет никакого смысла подключать поэтому вай фай отбрасываем сторону также можно купольные камеры вот обычная айпи камера купольная 12 вольт также все это подключается и будет она работать на большей длине кабеля многие спрашивают и кстати много вопросов раньше возникало сейчас наверное уже меньше используют многие вот такие вот миниатюрные камеры которые сейчас идут с функцией определения силуэта человека со слежением маленькая но хороший функционал и недорого она стоит недавно был видеообзор смотрите как она работает еще и 8 мегапикселей и хотят подключить просто к поля видеорегистратору напрямую не использовать отдельный блок питания чтоб не искать ее в сети а напрямую есть у вас свободный канал на видеорегистраторе напои также мы берем подключаем ее таким же образом через пояс плиттер а кабель просто подключаем в поле видеорегистратор он ее автоматически находит там же желательно конечно чтобы видеорегистратор был xmi потому что камера икс и маевская полная совместимость по функционалу и видеорегистратор находит ее без проблем на большой длине кабеля до 100 метров и именно по 48 вольт питание именно от видеорегистратора по одному кабелю без всяких вопросов есть вариант еще готовый в герметичном корпусе герметичной коробки продается поле сплиттер в общем-то и этот можно поместить в герметичную распред коробку которую вы приобретете сами 1 1 из этих ну в общем то в этот размер входит вот так вот в общем то можно поместить расположить кстати в таких коробках работает думал я будет перегреваться будет что-то с ним происходить несколько таких сплиттеров именно в такой вот коробке в простенькой распред установлены у меня на улице они под открытым небом распред коробка стоит то есть летом она жарится на солнце там зимой мороз работает без проблем не выходит из строя сплиттер работает на протяжении наверное уже двух с половиной лет думаю что даже если он выйдет из строя скоро то не такая его уже большая цена заменить но факт тому что работает или же больший вариант распред коробки можно уместить там будет все без проблем но есть вариант герметичного исполнения смотрите на посылке на том же магазине есть варианты таких вот пояс плиттеров уже готовых уличных полностью литой корпус полностью литье коробочка крепление на стену под открытым небом крепится белое исполнение малый нагрев на солнце хороший качественный пластик очень хороший толстый и вот такой вот вариант смотрите не полностью он герметичный то есть вариант проветривания есть даже если будет там какой-то конденсат собираться она будет в проветривание идти наверно малая вероятность сбора там конденсатор и вот именно этот плит сплиттер только внутренности его только расположены они в герметичной распред коробки те же самые характеристики такой вот сплиттер плюс какой полностью он заменяет в общем то ту распред коробку которую в основном приходится всегда использовать при установке камер редко когда разъемы спрячешь где-то под крышей вариант в основном всегда что рядом ставится распред коробка а вот вам этот поиск плиттер заменит и распред коробку можно в нем все это проводить подключение камеры и таким вот образом все это устанавливается на стену рядом красиво выглядит кто-то скажет да зачем ну надо сразу бы купить было бы купить поле камеру сейчас тем более варианты идут ссылку я вам оставлю кстати варианты сейчас в основном камеры идут универсальные по и то есть с таким вот модулем но установленным уже в камеру то есть она может питаться и 12 вольтами а также может работать и по одному кабелю по по и сейчас варианты такие идут очень много но этот вариант сплиттера именно тот вариант когда вас устраивает вполне 12 вольтовая ваша камера которая трудилась у вас вера и правда и так сказать и долго время вам нравится картинка с нее вам нравится ее функционал работоспособность проверенная камера временем но вам нужно ее подключить 48 вольтами потому что вы например обма обновили видеорегистратор возможность есть докупаете да заказываете такой вот поиск плиттер недорого он стоит подключаете опять же при использовании по я коммутатора из прошлого видео по ссылке перейдите я показывал вам восьмиканальный по я коммутатор и показывал подключение кабеля с функцией там есть extended фунт функция увеличение расстояния кабеля до 200 до 250 метров то у меня по максимуму 195 кажется там на видео было метров или 200 камера запускалась по я камера на 200 250 метров очень хорошее в общем-то расстояние но это при использовании именно того по я коммутатора вот этот по и коммутатор 16-канальный видеообзор сделаю там кажется еще на больший метраж можно подключать камеру ну а вот такое простое подключение пояс плиттер по и блок питания на одну камеру и до 100 метров кабеля на сегодня все на все это оборудование которое я вам показываю на видео ссылки оставляю в описании под видео подбираю вам на алиэкспресс остается вам только кликнуть по ссылке перейти и заказать возникают у вас вопросы адрес электронной почты также в описании под видео ищите мой телеграм-канал именно мой телеграм-канал там где с вами напишите мне я с вами связи свяжусь в личке может подобрать камеры вам нужно на алиэкспресс или же в украине есть у меня варианты поворотных камер статических то что осталось после видеообзоров продаю я по закупке алиэкспресс в украине также там вы можете меня найти инстаграм кому удобно телеграм чат по видеонаблюдению общая группа много участников помогаем друг другу не забудьте подписаться на канал поставить лайк помогайте продвигать видео ну и кнопка спонсировать у кого есть возможность буду только рад иметь таких вот спонсоров как вы на своем канале всем удачи и до следующих видео